Вопрос рассматривается такой объясненно. Если �ма , то есть подмывание или подтирание после отправления большой или мало нужды является обязательный или нет, это сейчас. Тут скажет, обязательный или нет. Но нельзя сразу подмываться после отправления малой или не дольше нужды. Правильно сказать, что communication будет не обязательно только желательно. Соответственно человек пошел-большой нежных район, потом не подтерся, что сказал... Я пошел имамом саму замазить. Проблемы есть такое? Говорит, «Истадильнаби хадит-эль-Бах, аля улыб от Санаджу хмин аль-Бах». Хадит главы ученые вспомнил как довод на то, что человек должен остерегаться от ночи. Но, когда жаль, если охраны пришло у бухарьи муслима, хадиса ибн Аббата, аннабиа, салава саламар аби Хабраин, потому что однажды пророк салам проходил мимо двух могил. Бахалис сказал, «Имна гумаю аз-брадан». Обязательно этих двух могил сейчас подвергаются мучениям. В этом хадисе приходит, «Имна гумаю аз-брадан». То есть, один из них не укрывался от собственной мочи. То есть, мочился так, что брызги от ночи попадали ему на одежду. Или не подмывался после того, как хоть в туалет, и т.д. «Вофиривая об одном из гриватах, наис-брадан ибрадан, что он не держался подальше от мочи». Говорит, в Асаддаме и Гимго и большинство ученых использовали эти хадисы. «Аля у дюдва ли сен-джа» – то, что подмываться или подтираться после управления малой или большой нужды является обязательным. И то, что убрать отставки мочи и тала после управления нужды, с обоих проходов так, как впереди, так и сзади, является обязательным. Это мне никого больше всего не будет. «Важая оба Абу-Ханифа у асхабу». Он считает Абу-Ханифа и его ученики. Абу-Ханифа и его ученики. При этом он что? «Не подмылся по условиям правил нужды». Одного факта, что он сказал, «Я не вижу в этом ничего проблемы». Главное, что он говорит, «Аня кунафиман лам я нельзя могу нестинжать». И возможно говорит, что Абу-Ханифа имел в виду, что нет в этом проблемы, если человек не подмылся, в том случае, если ему не обязательно было подмылаться. Как например, что? «Таман ладима у лу-ду ли номит». Как например, человек, который обязан совершить малое омывение, но не потому, что он в доле осталось, а потому, что он поспал уже. Если человек пошел, поспал, так? Ему обязательно мало омывения? Обязательно. Но при этом ему обязательно подмываться или подмываться? Обязательно, так? То есть он не делал ничего такого, что обязан его подмываться или подмываться. То есть поспал просто. «Алфа-Роджер» есть. Он, например, выпустил газы. «Вы же не обязаны подмываться или подмываться, что перед малым омывением. А у Монтара Калициндзянахия. Или как человек, который забыл, что подмываться. То есть, возможно, Ивнафирин это имел в виду, что нет в этом никакой проблемы. Потому что слишком, что… Слишком уж это глупо выглядит. То, что он считал, что человек, который справил, допустим, большую нюйду, после этого не подтерся и пошел возглавив Ивнафирин и что Ивнафирин не видит в этом никакой проблемы. Поэтому мы скажем, что Ивнафирин, скорее всего, его знамение такое же, как и у большинского слова. «Алфа-Роджер», а может быть, «Алмагулян нерал» и «Убиду Синджа». Что он действительно считал, что операцию подмываться после справления большого иного возраста не обязательно. Так же, как считал этот сон Абханиха. Смотри, Мухаммадский там защищает Ивнафирина, а Абханиха не защищает. То есть находят какие-то оправдания Ивнафирина и не находят оправдания кому? Абханиха. «Алмагулян нерал» А чего взяли ханафиты, чтобы подтираться и поднимать не обязательно? Использовали не тот хадис Абханиха. То, что Пророк Савасон сказал. «Тот, который подтирается, пусть сделает это в нечетное количество раз». Мансайна по хадассана. «Кто так сделает, тот поступит хорошо». Ва нам Anyways... А кто так не сделает, то ничего страшного нет? Теперь вопрос. Что значит, кто так не сделает, тот в этом с guides что страшно? Четное количество раз. Да. То есть нечетное количество место, algum? То есть если кто-то подтирается и подтерется не нечетным количеством раз, то в этом нет ничего страшного, имеет в виду ходить. Не понятно. И не имеет в в виду, что нет ничего страшного, если человек вообще не подтерет. Абханиха понял, что у меня есть где ferita. Если человек не потерётся вообще ни разу, то в этом нет ничего страшного. А мы верим, что хадис имеет любые, если человек не соблюдёт, не чёпнет, тогда в этом нет ничего страшного. Это ещё ко всему тому, что этот хадис вообще является славным, как мы об этом говорили ранее. И большинство учёных считают, что под словом халахара нет ничего страшного, и нет слову аль-Итар, то есть не чёпнет. Если человек потерся два-четыре раза и не сделает его ни чёпнет раз, ни чёпнет раз, то в этом нет ничего страшного. А никто, что он вообще не потерся. И ещё также сказали ханафиты. Наджаса, то есть после справления большой или малой нужды, шариат разрешил ограничиться в этом только под кирамином. То есть не обязательно их возложить в воду. Правильно? Если человек потерёт кто-то камни над водосадшиной, то это точно. То есть они пошёл по сказать, что после того, как человек справил большую нужду, шариат разрешил ему ограничиться только под кирамином. И не обязал ему удалять Наджасу в воду. Это о чём говорит? Всё это Наджаса лёгкая. То есть шариат не видит такой большой проблемой. Халям таджик из Алла Тула. Соответственно из этого, что не обязательно его убирать. Каясиру дам. И это подобно как малое количество крови. Если у тебя на одежде малое количество крови, то тоже не обязательно его убирать. Бауджиба бианн-нагаза. Но ответили Абу Анифи так, что это что? Разрешение от шариата, так? Чтобы страшно ограничиться только под кирамином. И не обязательно, чтобы склонить воду. И вместе с этим шариат, но ещё вместе с этим шариат обязал удалить начаться. Так или нет? Да, под кирамин только не взять и в полной воде. Но шариат же приказал и удалить. Но что облегчил, если остается какой-то свет от этого. То есть если человек подклёс на камень, и что-то мелкое там осталось, так, после кирамином шариат, вот это прощает. А не так, что вообще можно не подклёсать. Понятно? Говорит Палин, но куда? Он сказал никуда. Он сказал никуда. Важали-то ли насчёт потенгасы? Это потому что, что подмывание не всё для собой запруднение. Ни как раз, так как рули гейти, махали не сиджа. Потому что это слишком часто происходит. То есть если сказать, что обязательно сколько труда будут, то это принесёт запруднение человеку. Так как это приходится часто делать. Подмываться и так далее. Так или нет. Человек часто справляет нужду, большую или малую. Исходя из этого, шариат говорит, шариат произошёл ограниченное подтирание. А не потому, что он не видит проблем в этой нажатии. Понятно? Али ибн Кудама. Так же ибн Кудама говорит. И слово о том, что подтирание или подмывание постеправления любой нужды является обязательным, это говорит мнение большинства учёных. И сказал имамы Сан-Алису, И сказал имамы Сан-Алису, Указывает на это, на обязательность удаления этой нажатии. Так или нет. Говорит, как всегда, землили большинства учёных являются достоверным, бесполнимым. То есть такое мнение в том, что подтирание или подмывание постеправления большой бумаги является обязательным. Понятно? Будь то камнем, или водой, или бумагой. Или чем угодно, кроме посеивания. Говорят, это обязательно, они просто живут. Понятно?